Итак, друзья, мы снова на боевых позициях. Это Букрынский плацдарм. Мы будем работать по разбитой немецкой техникам. Здесь у нас металлодетекторы, глубинный карет, протонный магнитометр. Танк стоял наверху, возможно, он был подбитый. И сбросили какие-то детали в сам яр. Был у нас сигнал. Андрей Васильевич начал копать. Выкопал немаленькую яму. Опа. А вот и первая интересная находка. А нет, это саркофетка. Так, ну что, друзья, ходим мы по яру. Александр зацепил здесь какой-то объект. Короче, здесь несколько больших, крупных аномалий. Вот здесь одна, дальше вторая лежит. Так, ну что там, Слав? Докопался до чего-то, лень? Нифига себе глубина. Минус 150 на Тесл, плюс 200 на Тесл. Отбил центр аномалии. Сейчас будем раскапывать. Так, ну что, пришлось немножко расширять яму. Объекта пока не видно. Так, яма все больше и глубже. Тяжелый объект, конечно. Но ничего, сдаваться мы не собираемся. Приветствую зрителей и подписчиков нашего канала. Итак, друзья, мы снова на боевых позициях. Это Букрынский плацдарм. Мы будем работать по разбитой немецкой технике. У нас есть некоторые кадры аэрофотосъемки, которые мы хотим проверить на месте. Экспедиция у нас сегодня как бы длительная такая, большим составом развернутым. Все увидите, все посмотрите. Я надеюсь, результаты будут. Так что смотрим, не переключай. Так, ну что, разружаемся. Мы как настоящие цыгане уже лагерь ставим. Шашлык будет. Да, Андрей Васильевич, будет сегодня шашлык? Или крылышки, или что будет сегодня? Воздук крылышки. Крылышки, отлично. Замаринованные крылышки. Собираем оборудование. Здесь у нас металлодетекторы, глубинный гаретт, протонный магнитометр. В общем, все есть. Легкий перекус у нас. Помидоры. Сало. Вот сало. Огульчики. Тут тушенка у нас. Сок. Все так, как надо. Андрей Васильевич костерчик делает. Так, ну что ж, будем сейчас спускаться в яр. Танк стоял наверху. Возможно, он был подбитый. И сбросили какие-то детали в сам яр. Спускаемся. Сейчас посмотрим, есть ли какие-то аномалии. Если будут, обязательно включимся, покажем. Так, у нас Александр уже что-то нашел. А ну что там? Осторожно. Не падаем. Склон крутой. Опа, пулечки. Станка, да? Да, это же крышка. Вот первая деталь от танка есть. Александр молодец. Не говори. Спустился первый сигнал и крышечка. Станка. Так, спускаемся ниже, да? Ну, Александр еще отыскал деталь. Да? Вот он. Какой-то ермовод железный был. Видите? Тоже, наверное, станка. И кусочек брони еще, да, ты нашел? Да. Супер. Так, Слава тоже нашел деталь. Тоже с него. Видите, детали идут. Я думаю, место очень перспективное. Нужно будет очень хорошо поработать на этих склонах. Был у нас сигнал. Андрей Васильевич начал копать. Выкопал мне маленькую яму. Что-то есть, да, Андрюх? Что это? Круглая, как обычно, для ромаха. Это у нас и с резиной. С резиной. Каток, наверное, или что? Каток. Каток есть, отлично. Есть, Андрей Васильевич, выкопал? Подвернул. Опа. Да, не маленький такой. Да, вверху такая же самая крышка лежит. Это первая деталь, которую мы нашли. Это была крышечка от катка. А уже сам полноценный каток. И на нем есть тоже крышка, да, Андрюх? Есть, да. Только вроде бы какая-то она не железная. Достанешь? А вот и первая интересная находка. А что там, алюминиевая или что? Да, это алюминиевая. У него середина алюминиевая. Ага. Прикольно. Конечно, плохо, что резина не сохранилась. Слова тоже что-то нашел. Рифленая какая-то деталь. Броня, да? Какая-то деталь, да? Да. Крепление какое-то. Крепление ухо. Ухо есть, да. Один. Вон второй, пока ребята ходят. Количество находок увеличится. И вот каток. Я его слегка почистил. Вот какие-то запчасти. Куски брони. Какие-то муфты. Вот бронебойка. Там еще одна. Вот какая-то часть. В общем, пока идем искать. Все сносим на кучу. Потом разберемся. Есть очередной сигнал. Сейчас Алексей это бьет в центр. Так, обнуление идет даже. Металл где-то сверху лежит. Минус 200 надо Тесл. 208. Сейчас плюс найду. Мы можем копать. Где-то здесь вот. В этом районе. Хорошо, увидел. Так, а ну попробуй есть что-то, Андрей Васильевич, сверху. Где-то там должно быть. Опа, вроде бы было что-то. Сверху. Я говорю, что сверху должно лежать. Кусочек брони, да? Ну, понятно. Ну, понятно. Видно, что либо жесткости вот у нас есть с этой стороны. Да, сверху лежало. Забрасывайся на кучу. Продолжаем. Так, достаем сигнал. Там капничок, Андрей Васильевич, вот там два сигнала, да. Саша там тоже что-то отбил. Что-то глубоко, да? Да нет. А не, это 40 пятка. Гильза 40-пяточная, да? Да. Ну, это наша. 40 пятка. А ну, вот здесь. Почисть. Так, два раза. Да сейчас темно, наверное. Не увижу, да? Да, не увижу. Да, 45-пяточек. Вот еще. Гильза, смотри, какой большой. 45-пяточек? Угу. Вот еще. Каток-то какой-то, да. Маленький каточек. Круто. Ну, это... О, подшипники пошли. Это ключ. Это ключ. Да, шестигранный. Да, шестигранный, да. Немецкий? Царица военных полей. Ох. Куда без нее. Какое-то соединение цветное. Да. Так. Вот, кстати, кто знает, что вот это за штука? Вот это я нашел, смотри. Покажи. Ну, я думаю, что это современное больше. Да. Это современное, да? Хотя... Или от пулемета какой-то штук направляет. Нет, нет, нет. Это больше современное. Ну, может. Может, это современное. Есть сигнальчик. Александр раскапывает. Глубже, да? Да. А, вот. Что же все оттуда? С подшипник что-то, да. Подшипник вроде бы. Обойма, наверное, с подшипника. Обойма, да, какая-то. Так, ну, пока мы бегали в яру. Ну, Андрюха глубинником нашел сигнал очень хороший. Возле чего? Нажарил сало. Ага. На котрях. Ага. И будешь кушать? Вот иди с ты сало. Давай. Наш парень. Ну, смотри, отсюда вы начинаете, бач? Угу. Что-то длинное, да? Ну, что-то, как раз. Может, яма просто сбросилась, бач? Тут немало. А ну, теперь с этой стороны зайди, да? Что-то длинное лежит. Ну, оно не длинное, оно такое, понял? Угу. Копаем, да? Ну, да. Так, копнули немного. Показались уже некоторые объекты. А ну, Вовчик, копни лопатой. Опа. Что это такое у нас? Это со снарядов. Цитупники. Со снаряда, да? Да. Кстати, раньше тоже такое находил. А ну, Слав, проверь еще. В яме глубже, да? Вот, в глубже. Так, ну что, еще точно такая же. То есть, по всей видимости, здесь стояла гаубица. И... Выпадают вот такие вот предметы. Вторая уж. Продолжаем копать. Немножко расширять яму. Что-то показалось. Что это у нас? Сломал. Сломал гильзу. Это у нас гильза. К нам на помощь пробежал Андрей Васильевич. Пробежал. Что там, Андрей Васильевич у нас? Решил покопать. Что-то есть. Вот что? Это же резина, диск. Диск? Да. Ты что-то привеличиваешь, Андрей Васильевич? Вы расширяйте сильнее. Резина, говорю. Резина, да? Да. Серьезно? Да. Так, ну что, Слава вроде бы выкопал, да? Широкий каточек какой-то разбитый, к сожалению. К сожалению, каток разбитый. А ну, надписи какие-то есть на нем или нету? О чем? Может, дека написано быть? Или континенталь? Или что там еще? Фолд 2 было у нас написано. Нету вроде бы знаков никаких нету, обознавательных. А, там еще что-то есть, Слава. Есть, вижу. Там, наверное, продолжение катка. Так, обед у нас строго по расписанию, да, Андрей Васильевич? Да, давайте, горячие все, давайте. Опа, крылышки горячие. Крышки в фирменном соусе. Мариновал Андрей Васильевич. Да, и делал тоже. Там магазин от ЗБ еще. А? Магазин от ЗБ. От ЗБ где? А я не посмотрел. Ну, я тогда все вместе покажу. Нашли, да, Саш? Да. Круто. Сейчас пообедаем и продолжим наши поиски. Красоты неописуемые. Дальше у нас вот Днепр. Овраги. Леса. Поля. Романтика. Магнитометром зацепили в блиндаже какую-то железяку. Сейчас попытаемся ее откопать. Посмотреть, что там. Что-то двигается уже. Ну, туда дальше. Дальше я пошел? Да. Да. Ну, славко давай, мы верим в твои силы. Так, ну что, откопали. Что там у нас? Что-то большое лежит. Так это, это, это гильза? Может, какой-то бачок? Может, бахнет. Это да, минута кусочек. Да нет, а что он овальный? Видно, что овальный. Это ударный. Тут удар. Это удар, да? Да. Это реактивная, наверное. Да, с Катюшей. С Катюшей. Кусочек реактивного снаряда с Катюшей. Да. Наверное, блиндаж был, но прилетело сюда. Кто был в этом блиндаже, не повезло. Ну, ладно. Я думаю, там больше ничего нет. Да. Мужики что-то отыскали. И что у нас здесь? Крышечка из-под сигару, да? Да, про сигару, скорее всего. Жаль, что не алюминиевый. Или не серебряный. Так, мужики копают. Что это? Гильза. Гильза. Как, 98? 98к. Вот. 43-й. Да, не стреляна, кстати. 43-й вот. Не маленькая такая, мощная. Так, ну что, друзья, ходим мы по яру. Александр зацепил здесь какой-то объект. Я спустился магнитометром. Короче, здесь несколько больших, крупных аномалий. Вот, вот здесь одна, дальше вторая лежит. Плюс-минус, плюс-минус есть. И такие аномалии немаленькие. То есть, что-то такое крупное лежит здесь. Я думаю, мы должны что-то интересное откопать. А ну, вдаль ее, Андрюха, еще раз щупом, чтобы на видео показать ребятам. Вон, щуп, сверху, возьми. По железу, да, стучишь? Короче, есть что-то. Так, друзья, сейчас Андрей взял датчик. Покажем, как будет срабатывать магнитометры на аномалии, которые были обнаружены. Две аномалии у нас есть. Поехали. Сейчас, секундочку, так вот, раз. Видно. Ноль нано-тесла, погнали. Поехали, Андрюха. Четыре нано-теслы. Так. Одна нано-тесла, поехали, поехали, давай. Семь нано-тесл. Тридцать нано-тесл плюс у нас, видите, это плюсик говорит. Пятьсот восемь нано-тесл. Вот, девяносто одна нано-тесла плюс. Так, дальше у нас сто двадцать три нано-теслы плюс. Сто восемьдесят нано-тесл плюс. Сто восемьдесят восемь плюс. Так, у нас здесь тридцать сейчас должен минус быть, давай. Все, минус семьдесят восемь, пошел. Это центр аномалии. Вот здесь центр. Это первая аномалия у нас. Так, ну что там, Слав, докопался до чего-то, Лень? Нифига себе глубина. А что оно? Может, что-то... Ну да, глубина не маленькая. О, перемест. Надо откапывать, может быть, все что угодно. Снизу у вас что-то там... Какая-то может... Болт. Смотри. Это какая-то конструкция, я смотрю. Болт. О, двигается. Не сломай. Болт двигается. Да не сломай, нахер, не сломаешь. Да ну не ломай. Это какая-то конструкция, может, рама какая-то была. В общем, что-то там прицеплялось. Да. Поворотная хуйня такая-то. Мотоцикл. Мотоцикл, может быть. Откапываем немецкий мотоцикл. Очень-очень большой вес. Угу. Все готов. Ну давай раскапываем. Сейчас раскопаемся, немножко включимся. Ну а дальше пошла сюда. Ну да, ну отсюда начинала. Так, ну что, друзья, вот смотрите. Ямка, об яме, смотрите, что нашли. Нет. Броня какая-то. Десяточка, наверное, если даже не больше. То есть надо это все раскапывать сейчас. Броня показалась, может, это люк и там внизу танк. Да, Андрюх? И немцы же там, я слышал, они что-то в шваме, в шваме, в шваме. Это сто процентов. Выкапываем. То надо в следующий раз Колю с тобой, я могу закупить этого. Что-то знают. Пошло-пошло дальше, смотрите. Вот. Пошло. Кусок брони. И самое интересное, что клепаные. То клепка разве? Клепка, вот смотрите. Клепка ж. Клепка, да. Клепка это тогда Валентайн. Валентайн. Клепки, да, вот клепки есть. Да, есть, есть. Есть клепки. Да, клепаные. Это болты вроде. Вот это. Болты. А это может болты, но это точно клепаные. Клепка идет. Что-то большое. Куда идет? Пошло сюда. Смотри, оно круглое. Нет, тут ромбом идет. Здесь круглое что-то. А может здесь продолжение тоже, наверное, кругло пойдет. Мы же не знаем. Туда что-нибудь не копнули. Да, интересная вещица. Продолжаем. Работы еще много. Еще одна аномалия впереди. На глубине двух метров нас ждет. Изначально эту выкопаем, потом будем приходить ко второй. Яма расширяется. Объект пошел чуть дальше туда, вниз. Сейчас его почистим и покажем вам. Ну, не двигается. Сидит намертво в земле. Так, ну что, друзья. Откопали немного. Смотрите, какая деталь лежит. На глубине где-то метр-метр двадцать. Элементы какие-то у нас. Круг. То какой-то лючок открывается с левой стороны. Видите? И пошла она вот вниз сюда. Толщина десяточка у нас. Заклепки есть. Вот заклепочки. Вот заклепки у нас. Вот они. Вот такая тут деталь. В общем, раскапываем дальше. Нужно выкапывать вниз. А может с той стороны, кстати, быть. Это такая же самая половинка. Симметрическая, кстати, может быть. Это передняя часть, да. Передняя часть с чего-то. Но пока не можем понять с чего. Напишите в комментариях, кто предполагает. С чего это может быть. Так, ну что. Яма все больше и больше. Приходится расширяться сюда ближе ко мне. То есть деталь немножко длинноватая получилась. А вдруг он раскапывает. Все. Что, конец там, да? Да. Да, надо почистить немного. Да, да, да. И пытаемся сейчас ее вытянуть. Леха продолжает чистить. Уже вырисовались и контура, и части, видите. Есть какой-то алюминиевый вентиль. Вот у нас. Другой стороной. Вот, вот. Другой стороной щетки постучи. Да, вот так вот. Другой стороной сделай. Вот, все. Принтинг ременевый. Детали. Ну, это скорее какая-то внутренняя часть. С какой-то бронемашины. Да, ребята. Только вопрос, как его... Смотрите. Полчина децастров у нас. Вот, любого. Я имею в виду не про это. Как его вытаскивать? Вот, Андрей Васильевич. Счастлив. Смотрите, какую деталь мы отыскали. Находится на глубине. Что это такое? Сложно сказать. Метр где-то. Метр здесь даже больше. Полтора метра. Да, смотрите. Тянуетическое отверстие. Ну, мы пришли к выводу, что это внутренняя часть. Потому что... Потому что сюда выходят гайки. Болты стоят с той стороны. Там клепаные. Она полностью практически симметрическая. Ну, как-то так. Но сегодня мы ее реально не вытянем. Потому приедем в следующий раз. Возьмем лебедку. Возьмем еще кучу разного оборудования. Чтобы это все поднять. Потому что, я думаю, масса где-то 150 килограмм здесь будет. Если не больше. А потом еще дальше вторую аномалию выкопать надо. Так что, прошу, ребята, не лезьте сюда. Не забирайте, пока мы не вернемся сами. Там же интересно достать, раз мы уже начали. Да, вторая. А, кстати, магнитометр показывает аномалия. Ничего там не показывает. А, ну да. А глубинник не показывает. Да, прикольно. В общем, встретимся через... Все, закапывайте. Через пару минут. Ну, это будет через пару дней. Друзья, неделя спустя. Немножко уже похолодало у нас. Приехали на место. Сейчас подготавливаем место для того, чтобы доставать нашу броню из яра. Решили доставать сверху через лебедку. Через автомобильную лебедку. Сейчас вончик подчищает. Вот эти сломанные деревья, которые здесь лежат с электропилой. Сделаем такой проходик. И будем туда впускать трос и все доставать. Сам процесс заснимем. Потому смотрим, не переключаемся. Думаю, будет интересно. Сегодня у нас команда немножко в другом составе. С нами Алексей. Вова в прошлый раз был. Короче, сейчас вот это почищаем. Конечно, людей сегодня мало. Но ничего. Так, немного уже почистили. Вот у нас яр. Сейчас Андрей Васильевич сюда подъезжает машиной. Да, вот так сюда, да, бомбову. Так, подъезжаем. Сейчас будем использовать автомобильную лебедку. Плюс полиспас и плюс троса. Полиспас, наверное, вцепим за вот это дерево. Натянем все вниз. И будем тянуть. Так, растягиваем трос машины. Сейчас посмотрим, какая длина троса у нас есть. Давайте, я сейчас полезу вниз, Андрю. Полезу вниз. Да, да, давай, да. Пусть подтягивает. Давай, давай. Подавай, Лёх. Давай, раз. Так, у нас еще, помимо этого троса, есть еще обычный трос. Сейчас я буду спускаться в яр. И посмотрим, какая у нас длина троса. Ну что, троса здесь, в принципе, предостаточно. Я думаю, хватит, может, даже и этого. Ну, метров семь, наверное. Осталось семь метров где-то к яме. Бомба, может, даже и одного хватит. Так, ну что, там все почистили, убрали, трос натянули. Точнее, протянули. Так, идем сюда. Андрей Васильевич хочет испытать свои когти, только я не знаю. Работал, да? Ты в курсе, как они работают? А куда ты хочешь поднять, Андрюх? Наверное, на то дерево или куда? Нам, чтобы изначально вытянуть броню, нужно вцепить полиспас, чтобы ее поднять сюда, наверх. И, соответственно, подтянуть. Может, высоко не надо, Андрюх? Реш, там буквально немножко. Все, я понял. Давайте, Андрей Васильевич, я верю в ваши силы. Никогда по деревьям не лазил с помощью когтей. Ну, настоящий профессионал. Смотрите, как он ловко лезет, да? А, покажи, тебе подать надо, где это тянешь. А то ты потом не подашь. Вот, ну-ка, давай. Так, Вовчик подает полиспас. Отлично. Вот это полиспасик у нас цепляется. Все, полиспас уцеплен. Сейчас внизу здесь цепляем. И попробуем отрывать это все дело. Так, ну что, смотрим. Здесь, смотрите, я предлагаю уцепить за это ухо. Вот, смотрите, есть ухо. Вот оно. Вот оно. А двух так пойдет, Славян? Чтобы наторвать его. Да. Посмотри. Так, ну что, все, зацепили. Полиспас зацеплен, трос к машине. Зацепили за броню. Пробуем сейчас понемногу подтягивать. Уже натягивает. Так, натягивает. Еще чуть. Все, пошла, пошла, пошла. Отлично. Давай, 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 давай. Идет, идет, идет. Все, стоп, 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 стоп. Лопату надо. Лопату где берешь? Лопату надо. Еще чуть-чуть край почищу, оно пойдет. Буквально две минуты. Так, отлично, уперлась немного бруствер. Сейчас мы ее счистим вот здесь вот это, и она пойдет без проблем. Сорвали броню без всяких проблем. Сейчас немножко счистим. Заодно яма присыпется. Сделаем более плавный сход в яму. Вот так, бомба. Так, ну что, пробуем дальше тянуть. Дерево наклоняется, броня пошла. Дерево держит, хотя дерево сухое. Давай, давай, бомба. Пошла, родимая. Так, есть. Все. Броня у нас на месте, на базе, как говорится. Все, хай глушить. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Так, есть. Подчищаем, чтобы было легче вытягивать ее. Ну, такая килограмм, примерно, 150 есть, наверное. Оно с этой стороны, посмотрим, как она выглядит. Ага. Тут еще какой-то механизм, наверное, есть, смотри. Подчищем, чтобы меньше земли было. Огонь. Кто знает, с какого-то танка или бронемашины, напишите в комментариях. Ну, вещица довольно-таки интересная. Это завис, наверное, да? А вот зависы были. Раз. Вот, второй завис, да. Это ограничительное. Ну, сейчас очистим, включим вам. Покажем, ребят. Ну, что, полиспас здесь сняли. Броню немножко почистили. Так, сейчас что делаем. Там перецепляем полиспас, рядом, возле машины. И будем сразу же подтягивать наверх. Зацепим за вот это ухо, наверное. За вот это вот. И будем тянуть. Иди сюда. Андрей Васильевич у нас высотник. В этот раз он не захотел когти надевать. Говорит, так залезу. Вот такая у нас комбинация. Лебедка. Пошла к Андрею Васильевичу на полиспас. И дальше она пошла вниз к броне. Я иду сейчас вниз. Буду там процесс контролировать. Подтянуть что вправо, что влево. И будем подтягивать. Трус натянут. Видите, какой яр у нас. Огромный. Глубокий. Леха, наверх давай. Леха. Да? А, Саш, будешь контролировать, хорошо? Ну, да, да. Придется, наверное, право влево немного. Все правильно. Вытягиваем наш кусочек. Так, ну что. Тянем броню наверх. Так, немножко зарывается. Хотя оно вверх подтягивать нормально идет. Поднимает ее нормально, Вов. Бомба. Да, да. Сейчас сюда чуть-чуть. Дерево вот это пройти, сейчас впереди. Ну, хватит. Давай, 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 давай. Проходит, проходит. Пошла, 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 пошла. Есть, супер, прошло. Вот это самое главное. Здесь прошло у нас. А куда ее верьте на, что здесь? Наверх. Ага. А сейчас оно, я думаю, это листья. Нормально, Лех. Вытягивай. Я тут речь пьяну. Не надо, сейчас, сейчас, чуть позже, Лех. Сейчас вытянем все наверх, туда будешь рыть яму. Ты готов копать уже? Яму всю сам выроешь, Лех? Кажи, да. Да, говори. А ты веришь? Да, 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 бомба просто. Через полиспас наверх оно все. Полиспас очень хорошая штука. А там-то не брать, оттягивать. Да, и наверх. Да, 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 так и сделаем. Ну, такая она где-то килограмм 150. Ну, может, сотня. Не будет 150, да? Сотня где-то, да, Саша? Ну, кай будет сотня. Сейчас будет наверх поднимать ее. Ну, отодет туда, на всякий случай. Пошла наверх. Алешка, надо забирать пил. Тихо-тихо. Тихо-тихо, пошла-пошла, родимая. А, давай, да нормально, нормалек, давай. Пусть подтягивает, пусть подтягивает вверх. Подтягивай еще. Она уже здесь. Да вот здесь уже висит, Андрюх. Пошла, не бойся, пошла. Так, отойти нужно, чтобы она вдруг не отцепилась и не упала. Стой, 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 стой. Стоп, стой. Чуть-чуть отпусти мы. Стой, стой, стой. Все, пошел, пошел, пошел. Отходи. Да, стой. Да, это куча мешает немного. Давай, Андрюх. Все. Все, она наша. Сюда заваливай, найду в сторону. Андрей Васильевич, чемпион. Заваливай сюда. Да, заваливай сюда. Сюда, секундочку. Меня заваливай. Давай, да, да, да. Вот рабочий механизм. Телсидент прицеп поставил, дай кинем. Да, дай кинем все. Пусть она так и лежит пока, правильно? А потом вторую выкопаем сейчас. И две, да, две штуки забросим. Андрей Васильевича очень важная обязанность. Будет сделать шашлык. Ну что? Не надо, конечно, конечно. Все так пусть и будет. Вот видите, она уже наверху. Команда Ух работает за дух. Лайки поставим, ребят. Стараемся. Да, Андрей Васильевич? Да, что мне машиной не видел. Да, сто процентов. Начинай круче, если беда дуешься. Да, 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 да. Минус. Плюс. Минус 150 на Тесл. Плюс 200 на Тесл. Отбил центр аномалии. Сейчас будем раскапывать. Мы попытаемся сейчас проверить еще Деусом. Но глубина тут не маленькая. Я думаю, на метр-полтора будет глубже, чем первый объект. Так, ну что, приступили к тому, чтобы откопать данный объект. И посмотреть, что там под землей. Будем потихоньку сейчас туда бросать все. В ту яму, которую выкопали. Углубляться придется, наверное, на глубину около полтора-два метра. К нам на поддержку пришел Андрей Васильевич. Дальше, дальше, Андрюха, в яму бросай. Вот туда, да. Давай попробуй. А ну, пробуй, Вовчик. Не берет, да? Да-да-да, оно туда должно быть, там где-то. Вот там больше, левую сторону, да? Да-да-да, так я мониторометр показал. Плюс-минус центр где-то там должен быть. Вот этим уже не рейт. Угу. Все, убирай, давай. Работаем. Так, яма все глубже и глубже. Но мы не можем докопаться к броне. Или что там лежит. Андрей Васильевич вот спушивает это все дело. Яма уже не маленькая, да, Андрей? Ничего докопаться не можем, потому что такая гранина, что просто руки отрываются. Сейчас я залезу покопаю. Так, ну что, пришлось немножко расширять яму. Объекта пока не видно. Опустили металлодетектор. Что-то вроде бы в сторону бьет. В ту. Хотя центр показала здесь. Может это быть какая-то сопутка, но сейчас узнаем. Копаем еще 2 кубометра земли, и все узнаем. Три дня спустя, да, Андрей Васильевич? Да. Тяжело копается земля, земля сухая. Сверху хорошо и шло, а потом пришла печалька. Бери, убери, будет легче. Так, ну что, наконец-то мы к чему-то добрались. Алексей подчищает. А ну, пальчиками протрируй, чтобы было видно. Круглое что-то, да? Да. Ну, наконец-то. Тихай, тихай. Тихай, не мешай. Я не мешаю, Леша. Леша, я тебе не мешаю, я хочу заснять. Секундочку, подожди. Подожди. Минутка славы. Минутка славы, да. Для Лехи. Для Лехи. Леха, красавчик. Давай, включай вторую повышенную, Алексей. Володей Морович. Так, ну что, что-то откопали. Но это, по всей видимости, сопутка. Это не то, что мы ищем. Вытягивай, вытягивай. Вытягивай, Алексей. Это кусочек детали какой-то. Но это не то, что нужно. То, что нужно, находится глубже. Сгорел шашлык, да? А ты знаешь, он не сгорел. Он просто на меду сделанный. Да ведь сладкий. Сладенький? Шашлык сладенький. Смотрите, шашлык у нас будет уже готовый. Будем кушать. Огонь был. Мужики уже готовы поработать над шашлыком, да? Лех, готов поработать над шашлыком? Ай, смокота. А что, еще что-то надо? Ты же, говорит, у тебя тушенка есть. В машине. Да. Так, яма все больше и глубже. Но, к сожалению, пока ничего не видим. То есть, где-то лежит оно на глубине. Копать глину сухую, это просто капец. Долбать нужно. Идет очень тяжело. Тяжело идет, совсем тяжело. Вообще, чем ниже, тем сложнее копать. Сверху вроде бы так нормально шло, а потом капец. Перфоратор, макиту сюда. Перфоратор, макиту сюда. Перфоратор, макиту, да? Да, и макиту тоже. Ну ладно. Не все так просто. Вот, Леша работает. Уже глубина больше метра восьмидесяти. Покажу так вот. А ну встань ровненько. Да, да, да. А вот Саша нашел запчасть. Это, по всей видимости, свинец. У него надпись есть. Вилард, Вайлард, Вилард. Вот такая вот штучка свинцовая. И резиновая прокладочка. Ладно, продолжаем копать. Три часа спустя. Наконец-то. Что-то показалось. Смотрите, на какую глубиня. Что-то железное, да, друг? Вот оно лежит. Ну что это еще непонятно. Сейчас копну. И будет все понятно. Раскопаем и включимся. Покажем вам, друзья. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Но магнитометры лучше не мать с собой. Что ты говоришь, Вау? Магнитометры с собой лучше не возли. Приходится копать очень глубокие ямы, да? Так, это оказалось не то, что мы предполагали. Это осколочек маленький. Так, ну... Это по глубине. Это идет культурный слой, который был 80 лет назад, да? Такие вот. Ну да, чуть больше. Чуть больше, ну да. Глубина больше двух метров. Земля, конечно, превлекает. Теперь делаем вставки. Либо мы находим, либо нет. Либо кого-то прикапываем, да? С магнитометром. Того, кто не... Да, сам знает, да? Я уже чувствую. Уже чувствуешь, да? Да. Магнитометр не обманывает. Я потом специально схожу, специально за рулеткой, чтобы проверили, сколько мы выкопали. Ну, меня... Ладно, там, бог с ним. Всякое бывает. Но мне хочется знать результат. Какая глубина, Леша? Ну, то, что уже больше двух метров я и так вижу, бля. Разберил, долбалый, да? Вдолбали. Не то слово. Так вот, именно, что вдолбали, а не выкопали бы. Выдолбали. Выдолбали, да. Ну, и вот, наконец-то, появилась деталь. Даллежда, данная деталь. Посмотрите, вот Леша стоит, а вот уровень земли. Вот я стою, да. Вот. Смотрите, что мы обнаружили. Чуть лишнее прокопали, оказывается, она сбоку. Видите, в стене броня лежит толстостенная. Не, наверное, двадцаточка, наверное, даже толщина. А, ну, на, проверю, толщину. А, ты высоту хочешь? Нет, хочу сказать. Сколько там? 2,12. 2,12, да? Ну, да. 2,10. Да, толщину брони, промеряем. Посмотрим, какая толщина брони у нас. Двадцатка. Двадцатка толщина брони у нас. Сейчас я так, если сниму, что видно было. Двадцать миллиметров нашли мы ее, наконец-то. Вот она находится у нас. Сейчас будем ее раскапывать. Чуть лишнее на сантиметров двадцать, наверное, накопнули в глубину. Не могли попасть, оказывается, оно было в стене. Ну, ничего, сейчас раскапываем, будем смотреть дальше, как двигаться. Погнали. Вот так вот достается деталь на глубине двух метров. Глина. Просто бронь. И видите, какой кусочек у нас вырисовывается. Кусочек брони. Сейчас с правой стороны видим, что она заканчивается у нас. А в левую сторону она пошла. Как заканчивается. Мы только видим уголок. А насколько она туда идет? Ну, это уже другой вопрос. Такая не тоненькая. Ну, двадцатый, что ли? Ну, да. Вот так, за сегодня мы точно меня спилим. Да. Тяжелый объект, конечно. Ну, ничего. Сдаваться мы не собираемся. Так, стоят мужики, смотрят на меня сверху. Что за придурок? Хотят, 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 наверное, прикопать меня. Я чувствую, что это не очень сильно злые. Смотрите, два метра глубины, чуть больше. Раз. На двухметровой глубине лежит броня. Толщина 20 миллиметров. Земля-глина. Долгнуть нереально. Не знаю, что делать. Видите, здесь технологические отверстия у нас есть. Один. Вот кругленький, вот второй. Вот болт у нас даже. Какие-то вот наваренные штуки с этой стороны. То есть, чтобы это все выкопать, нужно два метра глубины прокопать. Здесь даже здесь будет уже, наверное, не два, а два с половиной, три метра. И, короче, тогда мы сможем ее вытянуть. Ну, я думаю, вы поставите кучу лайков. Заради ваших лайков мы выкопаем это все. В следующий раз. В следующий раз, да, в следующий раз. Сегодня уже все, больше. Нету сил. Следующая экспедиция будет направлена только на это. Единственное, что надо будет просто увеличить аппаратный парк, механизировать его. Потому что лопатами копать это жесть. Да. Так что придется взять... А, электрический отбойный молоток. Перфоратор? Перфоратор это такой, самый простейший бюджетный вариант. Есть электрический отбойный молоток. Генератор, перфоратор, да? Да, что делать. Будем загружать броню в прицеп. Тот кусок еще остается у нас в гору. А этот будем сейчас кантовать и закидывать в прицеп. Мужики, он держит. Беремся же, да? Завружен парня. Тяжелая, однако. Не переключаемся, смотрим. Продолжение будет через... Один, два, три. И снова приветствую зрителей и подписчиков нашего канала. Продолжаем нашу эпопею. Будем сегодня доставать вторую часть брони, которую мы обнаружили на глубине двух метров. Видите, команда наша в сборе. Состав немножко меняется. Сегодня Слава с нами. Леха, Вова и Андрей. Так, сейчас мы вам покажем, что мы сюда нагрузили, какое оборудование взяли. В общем, добра очень много. Так, ну что здесь у нас? Здесь у нас, ну как всегда, цыганский. Табор. Главное, что у нас удлинители. Да, удлинители взяли. Есть, он генератор лежит. Попробуем изначально... У тебя 5-киловая инвертор, ты говорил, да? Не помню. Ну, там лежит большой инвертор. Если инвертор потянет, будем работать инвертором. Если нет, будем работать генератором. Видите, здесь у нас заложено генератор у нас, аккумуляторы. Сейчас можно перекусить немножко и будем работать. Тушеночка, да, Вова будет у нас на перекус? Тушеночка. Самодельно. Кстати, на обед будут у нас крылышки. Андрей Васильевич готовит их просто изумительно. Ну, это будет в обед. Сейчас перекусим немножко и в бой. Так, Андрей Васильевич подготавливает инвертор. Ну, я думаю, наверное, на киловатт 3-5 где-то, да? Ну, мощный реально инвертор. Попробуем им поработать. Да. Нет, мало. Сколько? 2500. 2500 ватт. А ну, 2,5 киловатта. Ну, попробуем им. Если не получится, будем тогда включать генератор. И вот у нас перфоратор лежит. Вот эти самые удлинители. Теперь спускаемся в яр. Ну, сейчас ребята пока подготовят. Мы с Вовчиком пойдем отыщем еще одну аномалию. И попытаемся ее выкопать, которую мы обнаружили в прошлый раз. Там, я думаю, объект не такой глубокий будет. В общем, действуем. Так, Вовчик спускается. Вот через один яр там мы копаем броню. Которая лежит на 2 метрах глубины. А здесь я обнаружил тоже аномалию. Сейчас попытаемся Деусом зацепить ее. Если нет, будем пытаться щупом. Плюс здесь хороший, но минус очень слабый. То есть, где-то она в этом районе находится. Тяжело, конечно, с магнитометром точно локализировать. Но я думаю, это не беда. Сейчас попробуем Деусом лупить. Может, Деус, конечно, не взять, потому что глубина может быть большая. Это ты на пене или нет? Да. Ну, я что-то пену не особо доверяю. Ну, где-то в этом районе. Давай попробуем щупом сейчас ударить. Что я так не говорю, да? Так, Вова начинает разрывать. Где-то на склоне показывает. Но щупом пытаемся достать, но не достаем. Вот так это все выглядит. Инвертор бросили на клеммы аккумулятора. И провод пошел в яд. Вон, провод. И пошел вниз. Мужики там уже работают. Сейчас спустимся, посмотрим сам процесс. Так, ну что, мужики. Копает уже. Слава, получается перфоратором или нет? Нормально лупит, да? Ну, так. Тяжеловато или нет? Лучше, чем руками, да? Ну, конечно. Так, вот видите, провод пошел наверх. Славка выкидывает. Работает? Работает, да. Вот и переживал. Тем временем, Вова раскапывает следующий объект. Тоже добраться тяжело. Прибор практически, металлодетектор не срабатывает. Здесь какие-то сигналы, но не понять. Магнитометр четко показывает, что есть железо. Наверное, глубина тоже будет не маленькая. Но будем надеяться, что здесь объект будет попроще, чем на том склоне. Так, немножко расширяемся, потому что плюс и минус уходят туда. Здесь у нас минус. А туда, где Вова разрывает плюс. То есть там где-то должен быть центр аномалии. Центр нашего объекта, который мы пытаемся отыскать. Металлодетекторы не берут. Вот что-то срабатывает, но сигнал не четкий. Андрей Васильевич работает. Так, ну что, даю Андрею Васильевичу камеру. Сейчас покажет. Что там, видно, что не видно. Вот один край. Вот второй край. Вот какое-то технологическое отверстие или что-то такое. И оно пошло дальше. Поэтому еще копать. Даже снять его вот этот край надо и тогда вытянуть. Давай, может, козырек с ними, Мальрис? Не надо козырек. Я рекомендую. А мы с вами с вамише. Чтобы его не считали слангом полег в яму. мужики ждуть кульминацию до кульминации еще далеко очистили немного смотрите эту сторону освободили здесь у нас под 45 градусов идет срез брони и здесь под 45 градусов сейчас попытаемся чистить его глубь здесь технологическое отверстие у нас лучше будет виднее плита бронеплита лежит так только самое интересное как длина она идет в глубину насколько так но если табор 4 метровый то это будет печаль к так ну будем надеяться что это что-то покороче ну друзья нам наверно повезло нам повезло смотрите видите нашел край уже это такой квадратик у нас где-то 60 на 60 где-то так примерно он уже шевелится сейчас попробую вытянуть нужно будет хорошо поднапряжься мне короче щевелится и здесь и здесь Здесь-то Гиталь-то не маленькая Надо лопатушку не сломать Сейчас будем вытягивать За веревочку привяжем и будем тянуть Я думаю мы ее так вытянем Вот такая ниша была Броня Сейчас будем ее поднимать Веревочку привязали Глебедка не нужна Ребята, если у кого-то есть знакомый медведь Скажите, уже берлога практически готова Берем? Все-все-все Все-все-все Спустя Около 80 лет Броня Поднялась из глубины двух метров Наружу Сейчас покажем с обратной стороны Как она выглядит С обратной у нас есть Греблой жесткости Клепки у нас клепаны Видно что Болты и заклепки Как болты и болты От заклепки Да, посмотрим тогда Ладно А ну возьмите Будет тяжело вам или нет? А там лебедкой поднимем, Андрюх Так, ну что Мы решили подтянуть все-таки Лебедкой Прицепили точно так же Полиспас сверху Тяжелая Так вроде бы нести еще как-то можно Но когда наверх поднимать Тяжело Сейчас мы Ее подтянем Слав, ты еще что-то подправляй немного Чтоб Рыбать 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 Рыбу Ох все пусть лежит нормально главный у нас сегодня повар володя смотрите что он делает крючки жарит а потом еще что-то завернул фольгу и подбросил костер смотрите какие штучки это киндер сюрпризы да это киндер сюрприз ай вовчик молодец что-то будет вкусные мужики вот раскладывают на стол накрывает я хорошо романтика это один из самых приятных моментов когда на природе можно покушать да андрей васильевич вы счастливы я рад пока но хотелось бы еще находок потому что это уже третья букраинская экспедиция хочется больше находок да хочется что-то такого но не я понимаю но каждый раз и хочется больше и больше я пойду что мы что-то нашли что-то интересно ну продолжим до время у нас еще есть продолжим смотрите картошечка у нас поджарилась здесь остывает она а вот уже распакованная картошечка и с сальцом картошечка хорошая уже съели вот вот шашлычок видите как шашлык крылья ну все равно в крылья замаринованный пусть будет шашлык и славка все кушают и а мне никто самое главное не зовет начиналось все так хорошо и снова та же самая картина нужен наверно будет снова перфоратор смотрите обрыв яра точнее край яра и вот такая тут печаль к основу и снова ничем зацепить не можем кроме магнитометра вроде бы на пене делу что-то цепляет но очень слабо и понять сто процентов она это или нет мы не можем так ловчик с прибором славчик лёха и вот на уши давай значит туда и копаем 100 процентов так ну что часа полтора спустя наверно земля тоже копается не очень чуть проще конечно чем там все равно сложно но пока ничего нет пока невидимый то что нам нужно то что показывает магнитометр нету андрей вас еще глубже лужи закапывается какой ярлос налево туда пошел на сниз так мужики стоят смотрят наконец-то мы достали чуть ниже копнули опять она сбоку все находится десяточка железа показалось у нас какой-то полусогнутый сейчас попытаемся откопать посмотрим что это десятка железа кусочек брони тоже думаю что вот танка первая у нас деталь была толщина 10 2 20 а это снова десяточка так ну что вроде бы у нас получилось немножко в подкопать и вроде бы она шевелится дошал да шевелится а ну пробуем вытянуть достается доставай слов да это тоже кусочек брони десяточки есть отверстие у нас но к сожалению разворотила мы все одно отверстие вот второе вот третье у нас есть потом третье и здесь не на 4 это тоже из танка может да может что-то было такое ну да кусочек не сильно большой конечно ну ничего что есть то есть сейчас мы проверим еще магнитометром посмотрим если она маяли или нет ну что друзья сейчас вы посмотрели итоги нашей трехдневной экспедиции она была интересная она была для нас познавательная конечно немножко покопали я вам скажу честно что ну теперь мы знаем что на такие грунты благо нам не надо генератор показал себя хорошо инвертор лопата и наше коллективное трудовое сообщество вот сегодня мы достали вот этот вот кусочек брони остальную часть надеюсь мы еще сюда заедем кому понравился ставьте палец вверх кому не понравился можете свое высказать мнение кто хочет помочь нам и ставьте спонсором канала ссылочка внизу до новых встреч